Лекция номер 7. Феодальная война во второй четверти XV века. Первый вопрос. Причины феодальной войны. Второй вопрос. Основные события феодальной войны. И третий вопрос. Итоги феодальной войны. Итак, первый вопрос. Причины феодальной войны. Распры, которые получили название феодальной войны, начались после смерти Василия I. В конце XIV века в московском княжестве образовалось несколько удельных владений. То есть московское княжество было поделено между сыновьями Дмитрия Донского. Эти уделы принадлежали от сыновьям. Самым крупным было из них Галецкое и Звенигородское. Эти два удела принадлежали сыну Дмитрия Донского Юрию Дмитриевичу. То есть он был второй по старшинству брат после Василия Дмитриевича. После смерти Василия Дмитриевича в Москве был провозглашен великим князем десятилетний Василий II Васильевич. То есть сын Василия Дмитриевича. А князь Галецкий из Звенигородска Юрий Дмитриевич, дядя получается великого князя, отказался признать великим князем своего племянника Василия II. При этом он ссылался на завещание Дмитрия Донского, на основании которого Московское великое княжество как в отчину наследовал старший сын Дмитрия Донского Василий Дмитриевич. Но тут же было написано, что в случае смерти Василия Дмитриевича его удел должен был перейти к следующему по старшинству сыну, то есть Юрию Дмитриевичу, князю Звенигородскому и Галецкому. На момент составления завещания Дмитрием Донским старший сын Дмитрия Донского Василий Дмитриевич еще не был женат и тем более не имел своих детей. И поэтому Дмитрий Донской не мог предсказать, когда он женится, сколько детей будет. Поэтому позаботился в завещании о том, что если вдруг что-то случится с Василием Дмитриевичем, то на тот момент следующий по старшинству сын Юрий должен был получить владение. Поэтому, ссылаясь на это завещание Дмитрия Донского, Юрий Дмитриевич не признал великим князем Василия II. Вот и причина. Дело в том, что вот в московском княжестве удел передавался от отца к сыну владения по мужской прямой линии. А с Киевской Руси, с эпохи Ярослава Мудрого, вот Ярослав Мудрый, умирая, разделил все свое владение между сыновьями по старшинству в роду, то есть по родовой лествичной системе. Значит, старший сын был великим князем, остальные все князья были младшими и подчинялись. После смерти великого князя, следующий по старшинству брат становился великим князем. Поэтому вот этот старинный родовой лествичный порядок был указан в завещании, как возможный вариант, в завещании Дмитрия Донского. Но тем не менее, от отца к сыну Василий Дмитриевич получил великое княжение от отца к старшему сыну, от Дмитрия Донского. Ну, получается, два порядка наследования. Вотчины, то есть по прямой мужской линии от отца к сыну, был введен московскими князьями. И никто не отменял родовой лествичный порядок наследования великокняжеской власти, который был введен Ярославом Мудрым. Ну, вот это послужило причиной для феодальной войны. Юрий Дмитриевич стал опираться на завещание Дмитрия Донского, в котором вот применялся родовой лествичный порядок. А великий князь унаследовал свою отчину, как по отчинному порядку. То есть вот два порядка наследования, ни один из которых не был отменен, привели вот к такому столкновению дяди и племянника. Великий князь Василий II, которому на тот момент всего 10 лет было, посоветовался с митрополитом Фотием, со своей матерью Софьей Витовтовной, со своим дедом, литовским князем Витовтом, ну и со всеми князьями и московскими боярами. И решили к сопернику, к Юрию Дмитриевичу, в его владение в Галич отправить митрополита Фотием. Значит, ну митрополит Фотием, как глава Русской Церкви Православной, сумел переговоры провести с Юрием Дмитриевичем, убедить его, что тот неправ, и, значит, уступить великое княжение своему племяннику. Юрий Дмитриевич, выслушав все аргументы, все доводы, соглашается заключить перемирие с Василием Вторым. И в 1428 году заключает соглашение. В этом соглашении Юрий Дмитриевич признает 10-летнего племянника братом старейшим. Ну и как будто бы вопрос решен, и поводов для конфликта никакого нет, тем более для войны. Но вскоре обстановка меняется. В 1430 году в октябре умирает литовский князь Витовт. На следующий год, в июле 1431 года, скончался митрополит Фотий. Ну и вот два таких главных защитника великого князя скончались. И Юрий Дмитриевич, видя, что обстановка изменилась, разрывает соглашение 1428 года и предлагает вот этот спорный вопрос, кому быть во главе русских, во главе московского княжства и руководить всеми остальными княжествами, кому быть великим Владимирским князем, этот вопрос предлагает решить в Орде у хана. Ну и вот от двух конкурентов, от двух претендентов, от Юрия Дмитриевича сам, значит, он поехал от имени Василия Второго в Орду поехал боярин Иван Дмитриевич Всеволжский. Ну и вот хан выслушал обе стороны, при этом Юрий Дмитриевич, князь Галецкий, стал ссылаться на завещание и требовать по старинному родовому лестничному праву, что он больше прав имеет на ярлык на великое княжение. А Иван Дмитриевич Всеволжский никаких таких, больше много аргументов не говорил, но вот он противопоставил мертвой грамоте, которую вот завещал Дмитрий Донской, ханское пожалование. Ну с такими словами, ты хан, великий хан Золотой Орды, тебе и решать, кому, в общем, ярлыком владеет. Значит, что Юрий Галецкий требует по своему законному старинному праву, а мы, значит, просим ярлык «По твоему усмотрению, великий хан». Ну, слова вот боярина Ивана Дмитриевича, что хан по своему усмотрению решает, кому выделить ярлык. Ну, больше понравились хану Уллу к Мухаммеду, и он отдает ярлык на великое княжение Василию II. И получается, что с 1431 года, ну вот, хан подтверждает права Василия II на великое владимирское княжение. Ну, на этом вопрос как бы должен был закончиться. Но события развивались дальше. Значит, 8 февраля 1433 году была устроена свадьба Василия II Васильевича и княжны Марии Ярославной. Значит, на эту свадьбу пригласили, ну, всех родственников, в том числе и среди гостей приехали сыновья Юрия Дмитриевича. Это Василий Юрьевич Косой, Василий Косой, и Дмитрий Юрьевич Шемяков, сыновья Юрия Дмитриевича. И вот на свадьбе все тихо, мирно шло, значит, торжество и разразился скандал. Ну, согласно летописи, значит, произошло следующее. Сопья Витовтовна публично сорвала золотой пояс, которым был подпоясан Василий Юрьевич Косой, обвинив его в том, что этот пояс был украден украден из сокровищницы Дмитрия Датского. Так как Василий Дмитриевич и его сын Василий Второй Васильевич наследники этой сокровищницы, то, получается, дети второго сына Юрия Дмитриевича воры и не имеют прав носить вот эти вот все украшения. Ну, прямо вот за свадебным столом она вырвала этот пояс, нанесла оскорбление гостям, но, естественно, такое оскорбление никто не мог простить. Но это стало поводом для начала военных действий. Юрий Дмитриевич, узнав об этом, конечно же, использовал этот скандал для того, чтобы начать войну. К Юрию Дмитриевичу, к своему отцу, присоединились и его сыновья Василий Юрьевич Косой и Дмитрий Юрьевич Шемяков. Ну, они объявили войну Василию II. В результате военных действий в феврале произошел скандал и началась война, а уже в марте 1433 году Юрий захватывает Москву и сам себя делает великим князем. Василий II Васильевич бежит из Москвы сначала в Тверь, потом в Кострому, и там его захватывают в плен дяде. Бояре Юрия Дмитриевича уговаривают князя Юрия, великого князя Юрия, дать своему бежавшему племяннику земли какие-то, где бы он жил. И вот, значит, ему выделяется небольшой удел в городе Коломна. Ну, и в результате Василий II Васильевич сидит со своей молодой женой, с матерью в этой Коломне, а великим князем, значит, ну, сам себя провозгласил, захватил Москву Юрий Дмитриевич. Ну, вот московские бояре и дворяне, которые служили московскому князю, они были уже, можно сказать, привилегированным сословием, за свою службу получали большую плату и привилегии. Они видели, что Юрий Дмитриевич, князь Галецкий, извини, Городский, он привезет на службу и устроит своих бояр и дворян. Поэтому московские бояре испугались потерять свои привилегии. И, значит, из Москвы уходят, переезжают все в Коломну и, значит, поддерживают своего вот этого свергнутого Василия II Васильевича. И в результате Василий Юрий Дмитриевич, который стал великим князем и захватил престол, не смог управлять московским княжеством, и вынужден был вернуться к себе обратно в Галич, в Звенигород, и оставить великое княжение и вновь предложить Василию II вернуться на великое княжение. Получается, Василий II Васильевич вернулся в Москву, а на самого Юрия Дмитриевича и на его сыновей отправляет войско. Но войско Василия II Васильевича было такое небоиспособное и потерпело поражение. И сам Василий II был плохим воякой. Василий II Васильевич опять бежит, спасается бегством в Нижний Новгород, а его воевода Иван Можайский бежит в Тверь. В результате опять Юрий Дмитриевич вступает в Москву как победитель и с 1434 года становится великим князем. Но княжил Юрий Дмитриевич недолго скончался по неизвестной причине. И в результате на великое княжение он престол своему сыну передал, старшему сыну Василию Юрьевичу Косому. Ну получается, как Василий I своему сыну Василию II передал, так теперь и Юрий, захватив престол, долго не прокняжил, передал престол своему сыну. То есть вотчинный порядок наследования, но тогда, судя по логике вотчинного порядка наследования, Василий Косов совсем не имеет никаких прав на престол, потому что есть законный наследник Василий II Васильевич. И вот два брата Василия Косова, Дмитрий Юрьевич Шемяка и Дмитрий Юрьевич Красный, оба Дмитрия, они не поддержали своего брата Василия Юрьевича Косова и помогли Василию II свергнуть Василия Косова и захватить престол. Василий Косой, значит, под натиском военных отрядов своих братьев и вот Василия II уходит из Москвы Дмитров, затем тоже в Построму. В результате Василий II уже второй раз, значит, возвращает себе престол великокняжеский. Ну и вот, события дальше развиваются. В 1436 году Дмитрий Шемяк приезжает в Москву пригласить Василия II на свою свадьбу. Ну, вместо этого, значит, брат его двоюродный, вероломно его схватил и бросил в темницу, отправил на взаточение в колонну. Тогда Дмитрий Шемяк бежит из плена и переходит на сторону своего брата, против которого он воевал, на сторону переходит Василия Косова. Ну, тут Василию II литовские войска помогают. Василий Косовой, Василий II, ну, он, Василий Косой, попадает в плен Василию II. И Василий II, значит, Васильевич своего родственника приказывает ослепить. Ну, почему именно ослепить? Дело в том, что по древнему, такому нерешимому правилу, ослепцы не имели права вообще руководить государством. Значит, в период вот таких родственных междоусобиц, когда именно в семье династии московских князей начались междоусобицы, князья других княжеств вообще даже не вмешивались. То есть это не была война между князьями разных княжеств. Это была война за престол среди потомков одной княжеской династии. И именно причиной вот того, что два порядка наследования власти, родовой и лествичный, никто не отменил, но и водчинный порядок тоже, ну, имел место. И вот это вот вносило путаницу в наследственные права, значит, потомков и приводило вот к таким междоусобицам. В результате, конечно, этой войны междоусобной, внутрисемейной, значит, пострадало, во-первых, само княжество и соседнее княжество русское. Приходило и в упадок торговли, остановилось развитие ремесла, земледелие. Ну, то есть друг друга грабили, друг друга убивали. И жители вот этих городов все страдали от воин-князей. Этим воспользовалась, конечно же, Золотая Орда. Вот в результате в Орде тоже происходит переворот. Власти захватывают хан Улук Мухаммед. И в 1445 году он отправляет военные силы на русские земли. Ну, понятное дело, чтобы снова привести к покорности русские земли и получить большой войку. Василий II Васильевич со своим войском вышел навстречу, чтобы остановить врагов. И вот 7 июля 1445 года между русскими войсками во главе с московским великим унязем и войсками хана Улук Мухаммеда состоялось решающее сражение недалеко от Спаса Ефимьего монастыря, в городе Суздали, недалеко от Суздали. И вот потерпел поражение Василий II Васильевич. И самое интересное, что он попал в плен. Монголы-татары сами испугались, что такого знаменитого, так сказать, знатного пленника получили. Увезли его во рту Василия II Васильевича. Хан Улук Мухаммед потребовал от русского населения выкуп аж 200 тысяч рублей. Таких денег вообще не было на Руси. Потом хану планку понизил и отпустил, уже не дождавшись выкупа, так как никто и не собирался, собственно, собирать выкуп. Вот Василий II Васильевич, его поддержали в Орде, и потом отпустили, что он придет к себе русские земли и сам за себя соберет выкуп и отправит. Ну, сколько сможет. А сам Василий II Васильевич пообещал 30 тысяч рублей. Вот пока, значит, Василий Васильевич был в Орде, в это время в Москве случился пожар. 14 июля, вот это, такой вот, это, 2700 сгорело москвичей, домов, в общем, очень страшная такая. Ну, Москва была деревянным городом, поэтому пожар был страшный. А осенью этого же года в Москве случилось землетрясение. То есть, кто не сгорел, погибли от землетрясений. Ну, все это объясняли москвичи карой Божьей о том, что вот династия московских князей, потомки, никак не могут нормально править, нормально жить, а только вот воюют и всех. И вот за то, что они живут неправедной жизнью, кара Божья им была послана. В феврале 1446 года Дмитрий Шемяков захватывает Москву. Василий II опять бежит в Троице Сергиев монастырь. И там попадает в плен к Ивану Андреевичу Можайскому. Князя из Троица Сергиева монастыря, захваченного в плен, и везут в Москву. И там, значит, над князем Василием II устраивается суд. Дмитрий Шемяков, главный судья, Иван Андреевич Можайский и Борис Александрович Тверского князя пригласили и приговорили его к ослеплению. Его, значит, Василия II ослепили в 1446 году, и он получил прозвище Темный. Но ослепили тоже с той целью, чтобы он не мог править. После ослепления Василия II Темного со своей женой его отправили на заточение в Углич. Дмитрий Шемяков становится великим князем Владимирским и Московским. Осенью 1446 года Дмитрий Шемяков собирает всех епископов, архимандритов, игуменов, чтобы получить их одобрение и поддержку. Но церковные иерархи собрались, и не то, что там поддержку оказать, вообще, ну, критику, в общем, выступили против Дмитрия Шемяки и потребовали от Дмитрия Шемяки духовенства освободить Василия II. Ну, Шемяков вынужден был пойти на уступки, выпустил из Углича, из заточения Дмитрия, Василия II, подарил ему владение в городе Вологде, в отчину, и даже в честь освобождения устроил пир. Значит, ну, Василий II Васильевич, его увозят в Вологду, и там он, значит, живет. А Дмитрий Шемяков во главе Московского княжества руководит, руководит, но у него ничего не получается. Вокруг к Василию II объединяется в Вологде все недовольные, разочарованные правлением Дмитрия Шемяки. Ну, потому что Дмитрий Шемяков, даже он младше, чем Василий Косой, и он сын младшего брата Василия Дмитриевича, сын Юрия Дмитриевича. То есть он ни по родословной лествичной системе, ни по водчиной системе не имел прав на московский престол. И вот, значит, все стекаются в Вологду, поддерживают Василия II. И в конце концов, в декабре 1446 года сторонники Василия II создают военные отряды, идут войной на Москву, захватывают Москву и свергают Василия Дмитрия Шемякова. А в феврале 1447 года уже ослепленного князя Василия II Васильевича привозят уже из Вологды и провозглашают великим князем московским. А кто это? Московские бояре и все сторонники. Дмитрию Шемяки, которого изгнали из Москвы, выдвинули ультиматум и потребовали признать право на великое княжение за Василием II Васильевичем. Дмитрий Шемяков еще продолжал сопротивляться. В 1450 году он собрал войско. И, значит, встретились они с войсками Василия. И войска Дмитрия Шемякова потерпели поражение под Галичем. Дмитрий Шемяков, потеряв, значит, военные силы, бежит в Новгород и пытается поднять новгородцев на борьбу против, значит, власти Василия II Васильевича. Ну, никто не поддержал из новгородцев Дмитрия Шемякова. В конце концов, он всем надоел там. И в 1453 году в Новгороде Дмитрий Шемяков был отравлен. Ну, и таким образом претендентов больше не осталось. И в результате этой феодальной войны закончилась победой. Эта война победил новый порядок наследования, ну, тот, который уже издревле применялся. Это вотчинный порядок наследования от отца к сыну. Ну, вот, и объективно этот порядок, значит, способствовал централизации государственной власти. И в результате феодальная война привела к победе нового порядка наследования, вотчинного, ну, и к победе сил централизации. И получается, что к концу княжения Василия II, он умер в 1462 году, владения московского княжества увеличились, вот, по сравнению с началом 14 века, вот, к середине 15 века, владения московского княжества увеличились в 30 раз. То есть даже на тот, в том случае, когда московский князь был не дееспособен, он все равно, значит, удерживал свою власть благодаря поддержке духовенства и московских бояр. Ну, а так как московские бояре уже владели большими, имели большие привилегии и, значит, недвижимость большую, получали землю от великого князя, поэтому, каким бы ни был князь, московские бояре всегда поддерживали именно московского князя, потому что, поддерживая его, они сохраняли все свои привилегии. Вот в этом и была сила московского князя, великого московского князя, поэтому, по сравнению с другими удельными князями. Ну, и в результате победы, в результате победы сил централизации, значит, после феодальной войны окончания, можно сказать, в 1453 году война закончилась, после того, как Дмитрий Шемяков был отравлен, и больше не было никаких претендентов, значит, произошли реформы в системе государственного управления. Ну, во-первых, первое, значит, изменение, это вот основные реформы, это изменилась территориально-административная структура. Если раньше, значит, княжество делилось на уделы, то теперь вместо уничтоженных уделов создавались уезды. Уезды. Значит, и уезды создавались не на родовой основе, а на семейной основе. Все эти уезды принадлежали детям Василия II. Но основная часть территории принадлежала великому князю. Значит, дальше. То есть, вот, уделы не на родовой, а на этой, на семейной основе. Второе, то, что вот уезды переделали, уделы перешли в систему уездов. Сначала уезды появились в московской земле, а потом уже за счет присоединенных нового земли. Третье. Во главе уездов стояли наместники. В основном на должность наместников назначались бояре великого князя. И по мере того, как к Москве присоединялись новые земли, появлялись новые уезды, и власть наместников распространялась на новые земли. Четвертое. Значит, с укреплением власти великого московского князя усиливается роль бояр. Бояре теперь руководят государевым двором, превращается в военно-административную корпорацию, и происходит руководство. Вот бояре теперь руководят всем дворцовым аппаратом. Конечно же, этот весь старый дворцовый аппарат, значит, в нем служат только старые московские бояре. И на дворцовые должности назначаются только представители одного какого-то княжеского и гребоярского рода. Пятое изменение. В 40-х годах 15-го года государев двор разделился на дворец, который был хозяйственной единицей, и обеспечивал нужды великого князя и его семьи. И вторая часть – это двор, весь двор. А это в основном двор было военное ядро вооруженных сил московского княжства. То есть весь государь двор делился на дворец и двор. Дворец – это была хозяйственная такая организация, которая обеспечила жизнь государевого двора. А двор – это было ядро вооруженных сил московского княжества. Шестое изменение. Теперь к исполнению государственных поручений вместе с боярами и дворянями стали привлекать потомков удельных самостоятельных князей. Ну, каких это? Нижних, Нижегородских, Ростовских, Суздальских, Ярославских, которые, в свою очередь, стали под контроль Москвы. Также седьмое изменение изменилось при Василии II и судебная система. Если раньше все землевладельцы, бояре, отчинники имели свои привилегии судебные, то многие теперь дела судебные стали переведены, переданы в аппарат наместников. То есть теперь вот эти судебные функции у земельных владельцев были отняты и переданы в аппарат наместников. Ну и была проведена монетная реформа. Значит, уже при Василии II был налажен выпуск общегосударственной монеты. Ее печатали на Великокняжеском дворе. А за образец были взяты монеты, которые печатались галецкими князьями вперед феодальной войны. Но вес монет был несколько увеличен. Таким образом, еще раз подводя итоги, можно сказать, что феодальная война II четверти XV века объективно была, ну, значит, должна была произойти, так как в результате войны из двух порядков наследования родового, лестричного и отчинного победил отчинный порядок наследования передачи Великокняжеской власти, который объективно способствовал процессу централизации власти в одних руках, в руках Великого князя Московского.